Всем привет! Я хочу в этом видео рассказать, показать примерно, как мы составляем уровни и стайлов, в частности для нашей новой игры Gravifire. Естественно, могут быть различные вариации, то есть мы составляем уровни так, но средства используются в целом именно эти. Просто, ну, возможно, небольшие допущения и разница, естественно, в подходе. Ну, начну с того, что есть определенная палитра. Вот она у нас, тайл палет. Вот она. И здесь есть подготовленные тайлы. Два вот этих тайлика, это тайлики с правилами. Но об этом не буду подробно рассказывать, это займет отдельное видео. Смысл в том, что в этот тайлик заложены все тайлы, которые нужны для стен. Я сейчас покажу, как это работает. И, соответственно, мы задаем правила расположения тайлов в зависимости от того, там прямая это, внутренняя, внешняя, угол, внешний угол, внутренний угол и так далее. Этот тайлик, это тоже тайлик с правилами, но для внутренних стен, ну, то есть есть внешняя окантовка, да, есть внутренние какие-то отдельные квадратики. Это вот для них тайлики. Для бэкграунда тайликов с правилами нету. Есть просто вот большой такой холст, который мы, собственно, можем выбрать, да, целиком и замостить весь бэкграунд быстрее, чем если бы мы это делали по одному. Вот. Ну и плюс есть определенный рандом, да, что здесь, что здесь, что здесь. Ну, там, где он заложен, естественно. То есть вот здесь у меня просто не нарисовано рандомных тайлов. Вот здесь как раз вы можете видеть, да, что есть различные вариации для боковых стеночек. Вот. Собственно, помимо этого есть еще слои. Ну, это скорее для более правильного, что ли, расположения тайлов, потому что удобнее, когда все-таки стены на одном слое, да, бэкграунд на другом, объекты на третьем. Собственно, в Walls Auto это стены внешние, в Walls Custom это внутренние стены, ну, персонаж отдельно, бэкграунд и объекты. Объекты это лазеры, ящички, точечки под ящички, ну, в общем, все интерактивно здесь. Также есть вот здесь вот моментик, это выбор кисти. Default Brush это, собственно, вот эти наши тайлики. И что нас еще интересует, это вот это вот все, это, собственно, наши объекты. Видно, да, что вот они по названию, собственно, говорят, что это за объект. Это бокс, бокс-слот, там, батон и так далее. Вот. Ну, и тут, что интересует, это вот в основном кисть и ластик. То есть тут, конечно, есть еще инструменты, но работать я буду сейчас кистью и ластиком. Соответственно, кистью рисовать, ластиком стирать. Думаю, все, все предельно понятно. Итак, я нарисую какой-то супер абстрактный уровень, то есть не буду существующий рисовать. Вот. Выбираем слой Walls Auto. Выбираем тайлик. Выбираем кисточку. Выбираем тайлик. И, собственно, как это работает, да? Не так это работает. Мы Default Brush забыли поставить и опять выбрать. Вот, собственно. Почему сразу не рисуется? Потому что должно быть заполнено внутри тайлами, ну, то есть внутреннее пространство должно быть заполнено тоже. То есть, соответственно, рисуем мы вот таким вот образом, да, то есть зарисовываем внутреннюю часть. Вот. Ну, и, соответственно, надо понимать, что автоматичность вот этого всего процесса зависит от того, насколько я круто и правильно прорисовала все тайлы. Ну, в плане того, в плане количества и в плане нет ли того момента, когда не хватает какого-то тайла. У меня такие моменты есть, поэтому не все возможно нарисовать чисто тайлом с правилами, да? Вот. Ну, это только из-за того, что я просто не нарисовала все вариации, ну, все возможные вариации тайлов. Ну, например. Как раз некоторые проблемы возникают, когда нужно сделать, допустим, вот здесь вот перемычечку, да, вот обратим внимание, да, что сейчас у нас есть здесь как бы стена, да? Если я хочу сделать так, чтобы вот этот сегмент был на одну клетку шире, но при этом вот здесь все еще оставалась стена, то так не получается, да, здесь получается дырка остается. То есть, то есть, тогда вход вступает как раз одиночный вот этот тайлик, что им можно что-то закрыть. Вот. Но это, опять же, все зависит от того, как настроить правила и как нарисовать тайлы. У меня нарисовано так. Не идеально верно, но, по крайней мере, с этим можно работать. Вот, потом мы, собственно, выбираем, выбираем background, tense и быстренько-быстренько этот background забиваем. То есть, можно выбирать нужные нам формы, чтобы это быстрее происходило. Вот, и потом ластиком я просто убираю там, где не надо мне. И раз-раз у нас, собственно, уже готова такая площадочка под уровень. Дальше идет, ну, давайте внутреннюю какую-нибудь нарисуем, да, walls custom. Опять же, выберем и нарисуем, например, tense, tense. Видите, она тоже автоматически разбилась, то есть, одиночные. И вот это разные тайлы, они бесшовные. Ну, например, да, так раз, раз. Дальше выбираем objects и выбираем, что нам нужно, собственно. Здесь есть несколько вариантов. И, опять же, это все заранее настроено. То есть, естественно, это все не настолько просто делается, это все заранее надо настроить. Допустим, вот мы берем коробочку, которая двигается по горизонтали. То есть, тут есть по иксу, по игреку. Ну, давайте по игреку тоже поставим. То есть, по игреку поставим. Соответственно, двигаться она будет ровно вот до этих шестеренок. Эти шестеренки можно двигать. То есть, мы их можем подвинуть туда, куда захочется. Тайлик с прозрачностью. Соответственно, мы можем поставить его и сюда, и сюда. И при этом будет адекватно смотреться. Единственное, надо вот здесь следить, чтобы было ровно. То есть, не минус 1,98, а минус 2. Вот. Это чтобы в сетку все попадало, все ровно было. Ну, и, соответственно, я могу и коробку подвигать. Да, вот у меня бокс. Я могу и коробку подвинуть на ее изначальное положение. То есть, какое я ей задам. Опять же, не забываю вот здесь вот убрать вот эту каку лишнюю. Вот. Ну, тут, допустим, я просто показал. Точно так же я могу это делать. И, соответственно, задавать размер. Рельсы, да, по которой двигается это все. Причем сейчас рельсы не видно, но она там простроится автоматически, когда play нажмешь. То есть, между шестеренками автоматически простроится рельсик, по которому коробочка двигается. Так, ну давайте лазер поставим. Вот мы выбираем здесь вот лазер. Здесь вот тот же, здесь вот кисточку. Собственно, нажимаем. И вот он. По умолчанию он повернут вправо. Но мы можем повернуть его в разные стороны. Я делаю это горячими клавишами. К лазеру у нас полагается кнопочка. То же самое. Она тоже по умолчанию повернута в одну сторону. Мы можем ее, соответственно, горячими клавишами поворачивать. Как угодно. Так, только я убрала совсем уж. У лазера есть цвет. Ну, как у кнопочки, собственно. Вот он. То есть заложено три цвета. И тут, соответственно, тоже три цвета. Ну, и из того, что здесь еще осталось, это шипы, которые работают по той же самой абсолютно схеме. И коробочки, собственно, точечки, на которые эти коробочки надо поставить. Ну, допустим. Вот. И, в принципе, это все. Ну, я еще покажу сейчас вот эти вот вещи, да. Что вот эти вещи тоже можно включать, выключать. И ставить гравитацию по умолчанию. То есть у нас есть вот этот объектик. Вот здесь гравитацию по умолчанию. Ну, в данном случае она стоит вниз. Можно поставить в любую другую сторону. И при запуске уровня будет, соответственно, в эту сторону работать притяжение. Вот, и мы можем убрать определенную штуку. Можем, например, подвинуть. Ну, и вот, собственно, что у нас получилось. Понятно, что это не рабочий уровень, то есть он не проходится. Как видите, рельсики для коричневых коробочек прорисовались, как я и говорила, автоматически. Персонажик у нас двигается, и гравитация тоже работает. Пинк. Ящик исчез. Ну, опять же, повторюсь, что можно было, конечно, сделать все более автоматическим, да, запробовать все так, чтобы вообще одной рукой все собиралось. Но тут для меня вопрос всегда стоит в балансе, чтобы это не занимало слишком много времени. Иногда все-таки быстрее, чуть-чуть, возможно, менее автоматически все сделать, да, чуть-чуть включать руки в сборку уровень. Но при этом программирование будет быстрее. То есть тут зависит от того, все-таки, насколько это важно, да, насколько много уровней, насколько много нужно собирать, вот. И что будет, собственно, быстрее, да, руками что-то подсобрать, либо запрограммировать это до полного автоматизма. Ну, и таким небольшим бонусом напоследок хотелось показать чуть-чуть внутренней кухни, как выглядит первоначальный концепт уровней. То есть, естественно, я их делаю не сразу, сначала нужно их продумать. Некие такие черновики в первую очередь составляю именно структуру уровня, потом располагаю на нем элементы интересным образом, потом думаю, что с этими элементами можно интересного сделать с точки зрения логики. Ну, и как-то корректирую их положение, чтобы логика работала, да, чтобы уровень решался. Вот, то есть, у механик есть определенные комбинации, во-первых, их несколько, да, и у них есть комбинации. Соответственно, задача придумать что-то интересное с данным набором механик. Вот, плюс еще уровни должны выглядеть по-разному, чтобы постоянно в одном квадратике игрок не варился. Вот, собственно, вот так вот это все выглядит. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok